В настоящее время самым долголетним человеком в нашей стране является житель селения Ермани, Юго-Осетинской автономной области Егор Питкевич Короев, которому в этом году исполнилось 155 лет. По переписи 1926 года в Советском Союзе было зарегистрировано 29 тысяч человек в возрасте 100 и выше лет. В 1951 году, то есть через 25 лет после первого исследования, уже 30 тысяч людей столетнего и более возраста. Следует отметить, что самые долголетние люди в мире, Хазитов Арсгири и недавно умершая 180-летняя осетинка Типет Абзеве, житель СССР. И тем, как я скажу, о чем будет сегодняшнее видео, и, собственно, вы его услышите, буквально пару слов. Значит, есть люди, они каждый раз без исключения пишут разные гадости о том, что нет таких долгожителей, паспортов не было, люди себе приписывали, никто не знает реальный срок жизни, все это ложь и обман, такого быть не может. Ну, так вот я этим скажу. Значит, есть такое доказательство, вернее, такие доказательства, которые более сильные и объективные, чем то, сколько вам лет. Вот вы, например, знаете, сколько вам лет? Вот такие говоруны. И вы уверены в этом точно, правда? Потому что зафиксирована дата рождения у вас, там, да, так сказать, дни рождения справляют, и вы прямо это точно знаете. А если спросить, сколько вашим родителям лет, сколько бабушки, дедушки прожили, вы тоже это с уверенностью скажете, так? Ну, так вот, знайте пока наперед, а если хотите доказательств, посмотрите мое видео про Махмуда Ивазова, что ему было 152 года на момент смерти, и это на 100% истоточно, то есть настолько, что точнее того, сколько вам лет и вашим родителям. Хотите убедиться, почему это гарантированно на 100% точнее, чем дата вашего рождения? Ну, тогда вот посмотрите. И тогда уже хватит нести вот эту успокоительную для себя чушь, что не было таких долгожителей, это невозможно. А чувства эти ваши злобы идут от того, что вы понимаете на самом-то деле, что вы столько не проживете, потому что пьете, курите, едите все подряд, ну и всякую гадость и химию. Придумываете себе разные дешевые отмазки, что, мол, жить в немощи это плохо и так далее. Хотя, разумеется, эти люди, которые прожили там 150 лет, 130 и более, они в 80-90 и в 100 лет были здоровее, чем вы теперь. А многие из них до последнего дня своей жизни были здоровыми людьми, которые на лошадь запрыгивали, так сказать, и в поле, и в огороде копали, и так далее, и так далее. Ну, в общем, на моем канале, в плейлисте про долгожителей, вы найдете огромное количество уже теперь видео, которые предельно важные и поучительные. Я привожу в них сотни фактов того, сколько люди жили в разных областях, районах нашей страны, но и почему. То есть я даю глубокую аналитику причинно-следственных связей. Ну что ж, а теперь о чем данное сегодняшнее видео. В прошлом своем видео я говорил, что зачитаю самые важные данные из книги Саркизова, Сирозини. «Путь к здоровью и силе и долгой жизни». «Москва. Физкультура и спорт. 1957 год. Книга на 208 страниц». Авторы это советский ученый, доктор медицинских наук, 1938 год, профессор в 1946 году, заслуженный деятель науки РСФСР, 1957 год. Один из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины в СССР. То есть человек весьма более чем серьезный. Ну а теперь слушайте. Начну с изречения академика Тарханова. «Мы твердо верим в то, что наступит, наконец, такое время, когда стыдно будет умирать человеку ранее 100 лет. Как бы спокойный философский человек не относился к появлению первых седых волос на своих висках, невольно чувство сожаления об ушедшей молодости возникает где-то в глубине его сознания. И как бы тебя не убеждали в том, что и старость имеет свои положительные стороны, соглашаясь с этим, все же страстно желаешь всем своим существам, чтобы старость замедлила свой приход». А в 19 веке в переливании крови, специальных диетах, в корне женьшени, спиртовых настойках, из половых желез животных и тому подобное. Человек верил, что настанет такой день, когда он на склоне своих лет подобно геттовскому фаусту обретет вторую молодость, жизнерадостность, давно забытые порывы юности и этой весны человеческой жизни. Современная наука уже давно развенчала неосуществимые мечтания. Она устами ученых твердо сказала, что вернуть молодость нельзя, но продлить ее возможно. Жить бесконечно также нельзя, но увеличить срок человеческой жизни и отдалить наступление старости – и это возможности их человека. На Киевской конференции по проблеме генезиса и профилактике преждевременного старения, проходившей в 1938 году, было установлено существование двух видов старости. Старости нормальной или физиологической наступающей возрасте 100 и более лет, и старости патологической, носящей разный характер и по-разному развивающейся. Вот так-то имейте это в виду. При обследовании 58 человек в возрасте от 90 до 142 лет, у них было установлено равномерное и постепенное развитие атрофических изменений в тканях, такое же ослабление и увядание всех физиологических систем, а также полная сохранность нормального состояния нервной системы. Долгожители отличались большей активностью, постоянной жизнерадостностью, быстрым восстановлением психического равновесия после различных его нарушений. В течение долгого времени в различных районах Грузинской ССР работала специальная экспедиция научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения республики. Видите, какие раньше были институты? Какие велись изучения? Вот это, кстати, сейчас практически неизвестно и современным врачам. Этому сейчас не учат, это забыли и это не исследуют. А действительно, что исследовать, если загубили уже практически человека, человечество и природу? И таких сверхдолгожителей теперь уже, конечно же, нет. Но читаю дальше. Задачей экспедиции было изучение долголетия в Грузии. Такие экспедиции были и по другим республикам нашей страны. Экспедиция побывала в Абхазии, Аджарии, Юго-Осетинской автономной области и в большинстве районов Западной и Восточной Грузии. Был собран материал более чем на 10 тысяч человек в возрасте 90 ста и старше лет. Представляете, вот это серьезная научная работа. Опубликованные институтом в 1956 году результаты обследования отмечают в большинстве случаев у долгожителей удовлетворительное состояние здоровья, хорошее зрение и слух, отсутствие пороков сердца и атеросклероза, хорошее состояние нервной системы, полное сохранение трудоспособности. Это, кстати, в ответ тем, которые считают, что старость не в радость и начинают себе эти заговоры клепать уже лет с 30-40. Среди мероприятий, направленных на сохранение здоровой деятельной старости, творческих трудоспособностей и долгой жизни, важнейшее значение имеет ранняя борьба за здоровье. Эта борьба должна начинаться с момента рождения человека и не прекращаться всю его жизнь. Жизнь человека должна быть построена на строгих гигиенических законах, на учете физиологических особенностей, свойственных каждому возрасту и полу, с обязательным использованием различных трудовых процессов и разнообразных средств физической культуры. Знакомство с жизнью выдающихся людей говорит о том, что многие из них сохранили свои творческие возможности до глубокой старости, благодаря тому, что в их жизни важное место имели уход за своим здоровьем, соблюдение элементарных гигиенических правил, выполнение любимой работы и постоянное занятие различными физическими упражнениями и спортом. Так, например, греческий драматург Софокл написал свою знаменитую трагедию «Эдип» на 90-м году жизни. Тициан творил в 99 лет, Микеланджело в 88 лет, Репин в 86, Авазовский в 82. Последнюю оперу Верди написал, когда ему было 80 лет. Кстати, скажу сразу, что Александра Николаевна Пахмутова в свои далеко за 90 лет и сейчас творит и пишет гениальные классические произведения. Музыку к балетам, например. Гюго Ньютон, Эдисон, Вольтер, Гёте, Бернар Шоу, Лев Толстой продолжали творить в свои 80-90 лет. Маленькую рекламу двух моих видео. Дорогие друзья, посмотрите обязательно, кто еще не видел мои два видео. Вот это, глисты есть у всех и они опасны, но как правильно очистить и безопасный организм от них и от продуктов метаболизма? И второе видео. За три дня стало больше силы и энергии, но как? За счет чего? Вот эти два видео, ссылки на них будут прямо под этим видео оставлены. Далее автор перечисляет тех людей, кто прожил за 90 лет и в 92-95 лет творили, создавали. И подобных примеров можно привести множеству из прошлого и настоящего. Вся несвидетельствует о том, что сохранение здоровья удлиняет период трудовой деятельности человека. А я бы сказал, что и труд продлевает жизнь человека, это абсолютная истина, как академик Углов говорил, да и Павлов академик, что даже отдых должен быть активный. Часто от людей пожилого возраста слышишь пожелание прожить еще несколько лет. Обычно мечты 60-летних ограничиваются желанием прожить еще 5 или 10 лет. 70 лет это, по мнению многих, предел человеческой жизни. Непродолжительность жизни человека, чей гений расщепил атом и освободил скрытую в нем миллиарды лет энергию, уступает продолжительности жизни обыкновенного карпа, усатого сама или лосося, живущих свыше 100 лет. Крокодилы и черепахи, живущих до 300 лет. Гусь, лебедь, ворон, орел, попугай живут 80-120 лет. Жизнь сокола приближается к 100-170 годам. И слабым утешением для «царя природы» является непродолжительность жизни млекопитающих. Нормальна ли относительная кратковременность человеческой жизни? И сколько же в действительности должен жить человек? Изучение причин, вызывающих наступление старости, уже давно убедило всех ученых мира, что человек мог бы жить значительно дольше, если бы он сам не способствовал укорочению своей жизни. Крупнейший французский физиолог 19 века Флороне, считая нормальной продолжительностью жизни человека 100 лет, пытался научно обосновать свои утверждения следующим образом. Средняя жизнь млекопитающих равняется периоду роста, крайнюю степенью которого является окостенение хрящей, помноженному на 5, ссылаясь на многочисленные примеры из животного мира, подтверждающие его мысль и считая, что период роста человека заканчивается к 20 годам, Флороне определил продолжительность нормальной жизни человека в 100 лет. Ну что ж, это разумно. Но академик-богомолец, приняв в расчет, что средняя продолжительность жизни периода роста животного равна не 20, а 25 лет, а это так и есть, считал, что человек должен жить 125-150 лет. Мечников и другие ученые также считали пределом человеческой жизни 150 лет. Гуфилан, ученый 18 века, автор книги «Наука», показывающий способы к достижению долговременной жизни, Одной из первых, посвященной проблеме долгой жизни, основываясь, вероятно, на известном ему факте продолжительности жизни одного жителя Сибири, равной 200 годам, взял эту цифру пределом человеческого существования. Его современник, физиолог Гайлер, также считал нормальной продолжительностью жизни 200 лет. Известный физик Бекон еще в 13 веке писал о тысячелетнем пределе жизни человека. Другие ученые уменьшали его до 600 лет. Но оставив в стороне мечтания о многовековой или тысячелетней жизни трезво, сопоставив многочисленные факты, в прошлом и настоящем поразительного долголетия некоторых людей мы убеждаемся, что мечты человека долгой жизни осуществимы, что в основе человеческих мечтаний лежат действительные случаи долголетия 100, 120, 140 и даже 180 лет. В нашей великой стране, как нигде в мире, живет большое количество долгожителей. Советская власть, обеспечившая старикам спокойную старость, помогла им прожить их трудовую деятельность и жизнь. Вот несколько красноречивых цифр. По переписи 1926 года в Советском Союзе было зарегистрировано 29 тысяч человек в возрасте 100 и выше лет, 12 тысяч мужчин, 17 тысяч женщин. Картотеки долголетия, составленные научно-исследовательским институтом биологии Харьковского университета имени Горького, отмечено в 1951 году, то есть через 25 лет после первого исследования, уже 30 тысяч людей столетнего и более возраста. Эта интересная картотека опровергает существовавшее ранее мнение, что благоприятные условия для достижения глубокой старости имеются только в Абхазии, где в 1951 году насчитывалось 212 человек старше столетнего возраста. Картотека показывает, что весь Советский Союз является страной долголетия. На Украине по материалам картотеки живет 2700 стариков более 100 лет. Такого числа долголетия не знает ни одна капиталистическая страна. Во всей Англии имеется 146 человек в возрасте старше 100 лет, то есть меньше, чем в Харьковской области. В трех районах Харьковщины, Двуреченском, Сахновщинском и Петровском, столетних людей больше, чем в Бельгии, Голландии, Дании, Швейцарии и Финляндии вместе взятых. В Америке количество людей старше 90 лет в несколько раз меньше, чем в СССР. В Норвегии живет только 35 человек в возрасте свыше 100 лет. В Италии 51, в Швейцарии 58, в Германии 86. По всей нашей необъятной родине в различных ее уголках мы встречаем долгожителей. В Алтайском крае столько же долгожителей, сколько в Грузии, а в Вилюйском районе Якутии столько, сколько в Абхазии. Люди в возрасте 100-120 лет благополучно живут и здравствуют на севере Архангельской области и в бухте Кожевниково, на Камчатке и на Северном Сахалине. Среди советских долгожителей люди разных профессий, разных национальностей, разного психологического склада. Среди долгожителей мы встречаем 155-летнего жителя Ачемчирского района Абхазской ССР, Хапара Киута и давно умершего 146-летнего колхозника В.И. Тишкина из Ставропольского края, 150-летних жительниц станицы Курганской Краснодарского края, ЕГЭ Провозину и В.И. Козликину. Газета «Правда» в 1939 году писала, что в ауле Элистанджи Веденского района Грозенской области живут 166-летний Гуникбал Газиев и 147-летний Хонси Мурат Дадиев. Оба в то время состояли членами колхоза. В газете «Медицинский работник» в 1940 году была помещена заметка, в которой говорилось, что в хуторе Мержай-Берам Чужичинского сельсовета Ачхой Мартанского района, той же Грозенской области, живет Хазитов Арсгири, которому исполнилось тогда 180 лет. Следует отметить, что самые долголетние люди в мире, Хазитов Арсгири и недавно умершая 180-летняя осетинка Тепет Абзиве, житель СССР. Такой же долголетней жительницей нашей родины являлась и другая осетинка, 180-летняя Тепес Абаева, жившая близ города Горе. Ее в 1904 году наблюдал Илья Мечников. По его словам, она еще в то время занималась шитьем и хозяйством. В настоящее время самым долголетним человеком в нашей стране является житель селения Ермони, Юго-Осетинской автономной области, Егор Питкевич Короев, которому в этом году исполнилось 155 лет. В 1816 году он был поваренком у генерала Ермолова. Кстати, дорогие товарищи, вы понимаете, насколько точный этот факт? То есть там может быть, конечно, ошибка, допустим, в 2-3 года. Это максимум, предел, вот в данном конкретном случае. Кстати, с Махмудом и Ивазовым нет ошибки ни в один день. Потому что в этот день случилось землетрясение, которое было зафиксировано многими изданиями, научными и газетами мира. И дневник один русский врач тогда ввел, который у его матери принимал роды. Хотя вы то видео посмотрите, и вы просто изумитесь точным фактом, которые явно говорят абсолютно точной дате, до дня, даже до часа его рождения. Сделавшись поваром, он служил во многих богатых домах. Со своими господами он побывал во Франции, Италии, Германии и в крупнейших городах России. После революции Короев вернулся в родные края, занялся сельским хозяйством, вступил в колхоз. Несмотря на свои годы, Короев отличается бодростью, имеет хорошую память. Выходит на полевые работы. В селении Блабуркви Гудаутами проживает и работает 150-летний Писи Жиба. А в селении Кинчи Ачимчирского района проживает и работает садоводом в колхозе имени Ленина 148-летний Жацкиут. Мы даже не в состоянии назвать имена десятков тысяч столетних людей, являющихся юношами перед Хазитовым, Абзеве, Тишкиным, Короевым и другими долгожителями, чей возраст перевалил за черту 140-150 лет. Существует неправильное мнение о том, что с наступлением старости притупляется и жажда жизни. Нельзя соглашаться с подобными утверждениями. Только тяжко больной человек, достигший преклонного возраста, может еще мечтать о смерти, как избавительницы от страданий. Человек преклонного возраста, обладающий хорошим здоровьем, никогда не примирится с краткостью своего жизненного пути. Особенные жажды жизни отличаются старшие поколения в нашей стране, где созданы все условия для того, чтобы человек был счастлив, чтобы он являлся активным творцом и строителем нового мира, о котором мечтали лучшие умы человечества. В прошлом своем видео я говорил, что зачитаю самые важные данные из книги «Мир вокруг тебя», главу третью, которая называется «Лет до старости» — это мало. И я как-нибудь сделаю обязательно это, если будет у вас интерес. Пишите под этим видео, интересно ли было данное видео. Смотрели ли вы другие мои видео о долголетии долгожителях из моего плейлиста про долгожителей? Ссылку я, конечно, оставлю прямо под этим видео. Ну а на этом все. Крепкого вам здоровья. Всем хорошим, честным, порядочным людям. И до новых видео. До свидания.